Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня я буду выполнять челлендж, суть которого заключается в том, что я должен построить танк из деталей, которые будут с разных этапов чемпионата. То есть на нем должна быть как минимум одна деревянная, металлическая, военная, золотая и карбоновая деталька. В общем-то танк я уже собрал, вот посмотрите, у меня здесь вот такая вот пирамида военная. На самом деле изначально я хотел взять классику, но подумал то, что челлендж будет выполнен слишком легко, так как на классику все заезжают и этот корпус достаточно имбовый. Потом я взял близнецы, у которых бонус получается на пирамиду плюс 60, очень классный. Потом взял вот такой вот металлический ролик, кстати забыл сказать то, что близнецы карбоновые. А потом взял золотой нитро, у меня только последняя золотая деталь осталась, которая вот как раз таки нитро для волна и мне на самом деле очень повезло. Потом я взял деревянное колесо, которое у меня как раз таки прибавляет 100% к пирамиде. Но пирамида, учитывая то, что она военная, на 3 звездочки хп это особо много не дало. Но все-таки это колесо легендарное и оно у меня деревянное вот осталось. И в общем-то вот посмотрите, у меня здесь как раз таки для 5 деталек места, получается 4 вот этих вот слота на самом корпусе. И сам корпус в итоге получается 5 и как раз все 5 видов деталей у меня вот залезли вот на такую вот интересную машинку. Сейчас мы попытаемся сделать этой машиной 3 победы подряд. В этом и заключается суть челленджа. И если у меня это не получается, я челлендж не выполняю, если у меня это получается, я делаю больше, я его перевыполняю или просто выполняю. В общем-то давайте поехали в бой. Я тут уже до этого немножечко пробовал этим танком, но у меня вместо близнецов стояла циркулярка и получалось не очень классно, потому что чуваки были... Ой, что-то завис звук получается у пилы моего противника, это капец. У меня противники, получается, были с ракетами, и вот когда я был со своей циркуляркой, они мне, конечно, урон всегда первые наносили, это было не особо классно. Вот этот, например, парень, мне кажется, что он меня вынесет, да. Видите, у меня не очень классно с колесами обстоят дела, и я вот даже не знаю, может быть их как-то местами поменять. Я буду слишком наверх, конечно, смотреть, но все-таки давайте попробуем. Может быть это будет лучше, чем когда у меня по-другому. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ага, это вообще полный отстой на самом деле. Это рилл полный отстой, и давайте-ка я поменяю обратно. Так у меня вообще нет шансов на победу. Так, куда мне? А, у меня, кстати, еще одна из золотая деталька, это колесо, но я ее не буду ставить, потому что у меня там вот этих вот дополнительных деталей не хватает, у меня только карбоновые, а карбоновая оружие у меня уже есть. Ладно, так, мне нужно поставить обратно то колесо, давайте вот это поставим, разницы никакой нет. И поехали в быстрый бой. Блин, на самом деле будет тяжело этим танкам побеждать, потому что вы сами видите то, что, ну, не очень классно вот эти вот колеса стоят, и танк выглядит не очень красиво вообще с одной стороны. Но, по-другому, что поделать, у меня только одно деревянное вот такое вот колесико есть. Хотя, смотрите-ка, я что-то тупанул, у меня же есть не только деревянное, деревянный бигфут, у меня же вот же еще что есть, я забыл про этот ролик совсем. Он же тоже деревянный, просто без бонуса на проныру. Это вообще так-то ничего не меняет, просто немного хп поменьше, но боты же мне также будут попадаться. Так что давайте-ка попробуем, хотя у меня сейчас близнецы будут подстрелять прямо в противника, а не куда-то там вниз или в воздух, так что давайте лучше вот с этим маленьким роликом попробуем. Так, этого парня мы побеждаем, нифига не побеждаем из-за нитра, который очень сильно вперед летит. Ну, ладно, если, конечно, будут против нас ракетницы, будет тоже не очень удобно. С этим что у нас, парнем? Он нас с одного удара выносит, но, конечно, удар мы ему успели один нанести. Блин, пока что у нас больше одной победы подряд ничего не было, и это меня не радует. Так, одного парня убили, сейчас посмотрим, что у нас там по следующему парню. Так, и это у нас, у него, скорее всего, весь урон в ракетнице, так что удар он мне точно наносит первый, я умираю, смотрите. Вот, вот такие вот дела. Очень часто замечал то, что на ботах, если стоит два оружия, то чаще всего именно на переднем в основном весь урон, а на заднем там не очень много урона. Вот здесь вот, например, на ракетнице должно быть малого урона, видите, совсем чуток мне снеслось. А на циркулярке весь остальной урон, который на меня даже не подействовал, потому что не успел. Вот, а я успел в этот момент выстрелить. Окей, этого мы тоже убиваем, и две победы подряд у нас уже есть. Я, конечно, понимаю то, что это против ботов победы, но все-таки челлендж заключается в том, что я должен сделать три победы подряд, и не важно, кто там попадается, реальные люди или боты. Так что давайте пробовать. Так, реальный челлендж попался, очень много урона и хп, так что здесь вообще без шансов. Он спинсне у нас, такой вот модный. И смотрим, что у нас дальше. Блин, снова какая-то мощная Таня. Чуваки пишут, типа, вы что, не знали то, что девочки играют в кэтс? И на самом деле я тоже очень часто начинаю встречать их, и Кристины там разные в ставках бывают, и вот сейчас Таня мне попалась тоже. В общем-то так, что, ребята, знаете то, что не только мальчики играют в кэтс, еще и девчонки. Так, этот нас выигрывает, потому что, блин, очень тупо то, что нитро меня слишком сильно вперед тащит, из-за этого я очень часто проигрываю. Это на самом деле очень тупо. Так, здесь у нас победа должна быть, потому что у него все-таки лазер, который стреляет раз в две с половиной секунды. А у меня ракетница, которая раз в секунду стреляет. Может быть, чуть больше могу ошибаться, конечно. Так, дальше чё? Угу, ок-ок, но мы его не выигрываем, потому что очень много ХП и очень много урона. Без шансов, этот чё как раз-таки для 24 этапа, который у меня сейчас на данный момент, и победы мне точно против него не ожидать. Вот, не очень классно. Ладно, пока что не очень сильно везет, и максимальное количество побед у меня было две. Ну, блин, это не очень классно, несчитывая то, что мы третью не выиграли. Так что давайте стараться, будем ждать какой-нибудь удачной для нас комбинации, чтобы мы всё-таки смогли сделать три победы подряд. Так, отлично. Здесь снова ракетница задняя была не очень сильная. Вот этот вот циркуляр, который не успел нас ударить, в ней был весь урон, и мне повезло. Так, дальше у нас идёт ещё одна пирамида, но её мы победить не сможем, потому что не хватает у нас урона для его огромного количества ХП. Значит, не судьба. Так, что у нас дальше? Неплохая тоже пирамида, и кажется, она может нанести удар первой, но у меня стояли близнецы поближе, так что я всё-таки смог победить. Отлично, одна победа есть. Блин, этот меня выигрывает. Что же за невезение-то такое, а? Почему мне попадаются боты с ракетницами, которые меня раньше ранят, или очень мощные чуваки? Это вообще не круто. Так, ну давайте с ним сыграем. Пропускать, блин, мне нельзя, чувак, без Ника вообще. Тупо только медалька за престиж. Вообще, странные чувачки. Без Ника. Так, дальше у нас чё? У нас дальше прыгун, который, наверное, меня тоже убивает. Хотя мы ему неплохо так с одного выстрела сняли-то. Ладно, смотрим дальше. Блин, всё-таки очень тяжело выиграть этим вот танком. Можно было всё-таки классику взять. С ней у меня было бы, конечно, шансов побольше. Ну да ладно, что уже взяли, то взяли, ничего не поделаешь. Так, дальше. Ох ты, давайте-ка вот это попробуем. Отлично, две победы подряд есть. И сейчас момент истины. Если будет и третий чувак, которого мы сможем победить, будет вообще замечательно. И, блин, не знаю. Отлично, всё. Три победы есть, челлендж выполнил. Теперь осталось его перевыполнить. Если перевыполняем, то вообще офигенно. Попались три бота подряд. Это очень классная комбинация для меня. Ага. Тут вы сами видите, просто какое количество у него хп и какое количество атаки у него. Это просто жесть. И тут вообще без шансов. Мы челлендж перевыполнить, увы, не смогли. Но то, что мы его выполнили, это на самом деле классно. Три победы подряд сделали. Ну, конечно, не важно то, что там были боты. Мне самое главное нужно было сделать три победы подряд. Но, как вы понимаете, то, что этим танкам на моём этапе не очень сильно возможно что-либо сделать. Если я, конечно, бы взял что-нибудь помощнее, там, может быть, всё-таки шансы бы были. Но вы сами понимаете, то, что тут детали с разных этапов чемпионата. И под разный этап чемпионата там разные чувачки подбираются. То есть на карбоне таким танкам вы точно в чемпионате выиграть никого не сможете. Если только у вас там какой-нибудь вообще чувак, который просто корпус поставил. Вот давайте даже посмотрим. Этот меня выигрывает. Этот меня тоже, конечно же, выигрывает. Дальше тоже нас выигрывает. Но здесь все должны нас, по идее, выиграть. Если, конечно, у какого-то чувака не будет просто корпус стоять. Он там тачку у меня это или ещё что-то в этом роде делает. Но вы сами посмотрите. Просто, ну, нереальный урон у чуваков. Это просто без ботов, получается, у нас быстрые бои. Если бы были, вот так же бы всё было. Но здесь реально очень мощные ребята. Вот этот особенно. Кто там, интересно, на первом месте самый у нас? Мощный такой. Я бы хотел посмотреть. Сейчас даже посмотрим. А то я что-то не обратил внимания. Но я, скорее всего, думаю то, что это парень, который вот был с 700 тысяч урона. И с близнецами. Потому что он очень мощный. Давайте-ка посмотрим. Да, кажется, это он, да ведь? Ага, вот видите, вообще капец. Я бы тоже хотел себе такой танк сделать. Но он реально очень мощный. Он ещё без престижа, чувачок. Очень странно, что он не переходит. Ну, наверное, с таким танком ему в кайф играть и фармить здесь кристаллички. Ладно, ребята. В общем-то, давайте на прощание откроем ещё пару сундуков. Чтобы, ну, челлендж не был уж таким скучным. Я ещё сундуки открыл такие, достаточно мощные в конце. Потому что, ну, они реально очень мощные. Так что давайте посмотрим. Может быть, мне всё-таки самому уже классика, наконец-таки, выпадет с двумя слотами для оружия. Либо с тремя. Потому что уже многим выпало после обновления. Мне что-то до сих пор не хочет выпадать. Вот. А я бы её хотел, на самом деле. Потому что вставках частенько попадаются. И чтобы проверять, было бы неплохо. О, из этого сундука мне, кстати, выпало сразу две вещи, которые... А, сразу три вещи, которые эпические. Это, на самом деле, классно. С бонусами. Ну, они не эпические тут называются, а супер детали. А то я всегда что-то с крыш-роялем путаю. Ну и что, где моя классика-то? Я не понял. Мне нужна классика с двумя хп, пожалуйста. Ой, с двумя не хп, а с двумя слотами для оружия. Ещё бы мне титан какой-нибудь класс не помешал. Чтобы уже, наконец-таки, тачку проапгрейдить. А то я до сих пор сижу с этим золотым корпусом. Уже немного надоело. Так, и что? Серьёзно? Мне не выпала ни одна классика крутая. Блин, а я так хотел классику с двумя слотами для оружия. Ну, блин. Придётся всё-таки довольствоваться тем, что есть. Давайте сейчас попробуем ещё что-нибудь тут добыть. Получается, в быстрых боях я просто себе новый... Танчик сделал вот такой вот, помощнее, чем в прошлой части у меня был. Где я там тоже сделал себе достаточно мощную машину. Но сейчас я её получше улучшил. И на самом деле, в общем-то, вот такая вот получилась. В общем-то, ребята, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, челлендж вам понравился. Предлагайте новые челленджи, потому что идея по кэсу уже реально заканчивается. И я вот пытаюсь выбрать реально самые хорошие челленджи, чтобы вам показывать, чтобы их снимать. И, в общем-то, надеюсь, что вам это нравится. Ещё раз всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.